Всем привет! Сегодня я приготовила важное видео для ваших официантов и менеджеров зала. Все понимают, насколько сильно состояние точек контакта влияет на восприятие гостей. Переполненная урна при входе, крошки на сидельнях стульев, пошамканное меню, отпечатки пальцев на солонке, несвежие унитазы в туалете, мокрая раковина, чуть-чуть жарковато, потому что кондиционер забыли включить. Можно я тут небольшой коллаж вам покажу? Снято в ресторане с достаточно известным по стране брендом. Ресторан находится в Екатеринбурге, и я специально не охочусь за такими картинками. Я встречаю их сплошь и рядом. Даже в ресторанах с высочайшим, казалось бы, уровнем обслуживания легко такое встретить. Год назад мы с мужем были в Испании в ресторане с одной звездой Мишлен. Перед нами на столе стояла вазочка стеклянная, прозрачная, с красивым редким цветком. И нам было не очень приятно во время нашего ужина лицезреть красивую плесень, которая давным-давно образовалась на кромке воды в этой вазочке. И вроде бы мелочи, а как влияет на впечатление? Или вот музыка чуть громче играет, или тише, или просто она не самая подходящая, потому что официант включил свой плейлист. Пыль легла на подоконник, цветочки чуть-чуть подвяли, детский стульчик слегка замызган, неподточены карандаши. И перечислять такие косяки я могу бесконечно. И все, по законам нейрогастрономии, какими бы вкусными не были ваши блюда, а это в принципе большая редкость, чтобы в ресторане были очень вкусные блюда, и каким бы не безукоризненным был ваш сервис, а это тоже большая редкость, большинство ресторанов и кафе все-таки страдают тем, что их сервис далеко не безукоризненный. Так вот даже хороший сервис и хорошая еда в такой атмосфере покажутся вашим гостям далеко не самыми лучшими. Запечатление не произойдет, гость не станет постоянным, все усилия, потраченные на то, чтобы его заманить к вам в первый раз, окажутся впустую. Хуже того, гости найдут к чему придраться во время визита. И вот как всего этого избежать? Ведь у большинства кафе, ресторанов и баров, конечно же, есть стандарты, связанные с освещением, с температурой в зале, как включить музыку, какие плейлисты можно прослушивать. Есть проверочные листы на подготовку зала к работе с утра и после обеда, в которых перечислены все пункты, которые должен сделать официант. И есть там и проверить меню, и наполировать специи, и подмести столы. И официанты своего-то не делают, не со всех диванов крошки сметают. И уж точно их часто никто не может попросить следить за чистотой курительной урны на улице, за чистотой туалетов и за состоянием детского меню. Так вот, стоит официантов попросить присматривать за чистотой туалета, проверять чистоту туалета или следить за состоянием меню, они гордо отвечают, глядя в закат. Это не моя работа. У нас есть менеджер, у нас есть директор, вот пусть он и следит. Так вот, просто покажите вашим официантам это видео, пусть они посмотрят то, что я скажу дальше, и наверняка ситуация во многом изменится. Дорогие мои любимые официанты, вам не нужно лично мыть туалет, вам не нужно лично протирать раковину, вам не нужно лично чистить выключатели в залах, вам не нужно самим отправлять запрос в типографию, чтобы вам перепечатали страницы в меню или меню, если вдруг разлохматилась ламинация. Вам не нужно самостоятельно собирать плейлист для ресторана, хотя в принципе вы могли бы, если у вас есть хороший вкус, и вам не нужно самим, конечно же, чистить курительную пепельницу около входа. Но именно вы больше других заинтересованы в том, чтобы все эти вещи находились постоянно в идеальном состоянии. Именно вы заинтересованы в том, чтобы за этим следить каждую минуту. Именно вы заинтересованы в том, чтобы клевать вашего руководителя как орел, чтобы он скорее исправил эти косяки. Да, вы не ослышались. В первую очередь это нужно именно вам, потому что ресторатор свои деньги за еду и напитки получит в любом случае, а вот вы ваши деньги в виде чаевых не получите. Потому что когда гость встречает такие, казалось бы, мелкие неаккуратности в точках контакта, слегка пожульканное или заляпанное меню, стол с парой закатившихся сокаринок, пивной костер под ножкой стола, чтобы не шатался, заляпанное зеркало в туалете, ежик из окурков при входе, слишком жарко, холодно, светло, темно, громко и вообще леп сыграет. Так вот у гостя, у которого хватает вкуса оставлять чаевые официанту, на бессознательном уровне мелькнет следующее. Это дыра, пусть и с дорогим интерьером, пусть и с высокими ценами. Похоже, здесь работают равнодушные люди. Ну раз им нормально такое пожульканное меню подавать. И грязный детский стульчик. И директор здесь, наверное, ленивый. Он наверняка сейчас сидит в одноклассниках, раз не замечает, что в туалете кончились бумажные полотенца для рук. А таким официантам чаевые или хорошие чаевые оставлять совсем не хочется. Это ведь себя не уважать. Оставлять чаевые равнодушным людям за равнодушный сервис. Гости, которые оставляют действительно хорошие чаевые, очень ценят именно энергию. А в предприятии, где встречаются уже много раз перечисленные мной мелкие недостатки, они не чувствуют энергию. Они чувствуют вялое болото, в котором никому ни до чего нет дела. И поэтому, раз уж они ценят энергию, и тем более энергию и денег, они ни за что не оставят вам хорошие чаевые. И напоследок я хочу рассказать вам такую историю. Несколько лет назад я купила свою первую брендовую сумку. Она была не очень дорогая, стоила всего лишь 1000 долларов. По меркам брендовых сумок это недорогая. И когда я приехала из поездки, обнаружила, что у моей подруги мама работает на рынке. И мы тогда решили провести эксперимент, насколько обстановка способна повлиять на продажи. В общем, пришли мы на этот лоток на рынке и выставили на продажу мою новенькую-новенькую сумку. Со всеми фирменными этикеточками, бирочками, сумочкой, чехлом, коробкой. В общем, со всей красотой. Я дрожала, конечно, как осиновый лист. И мы поставили цену на сумку всего лишь 20 тысяч рублей. Но представляете, мы ее купили за 70, а она стоит 20. Мы решили продать ее за 20. Но на рынке. Как вы думаете, хоть кто-нибудь решил купить эту сумку? Конечно же нет. Из-за того, что дело происходило на рынке, и все происходило на обычном рыночном лотке, никому и в голову не пришло, что это может быть настоящий бренд. И все крутили пальцем у виска, что какие-то сумасшедшие решили продать поддельную сумку за 20 тысяч рублей. Хотя это было меньше третьей ее настоящей цены. Так что вы можете провести свой собственный эксперимент. Помогите директору привести все точки контакта в идеальное состояние. Если у вас на предприятии отсутствуют чек-листы, разработайте их сами и введите в работу. Не знаете, что такое чек-лист? Или боитесь пропустить важные пункты? Напишите нам в личных сообщениях в любой социальной сети, и мы пришлем вам пару образцов в исходнике. Абсолютно бесплатно. Вы сможете какие-то пункты оставить, а какие-то добавить, а какие-то виды изменить. И у вас будут готовые чек-листы. Распечатайте их на листах бумаги разного цвета. Пускай, к примеру, проверочный лист выходного дня будет желтым, а проверочный лист открытия зала розовым. Заламинируйте и храните на рабочем месте. Ну а затем постоянно поддерживайте состояние точек контактов. В максимально идеальном состоянии. Постоянно зовите мойщицу, тут помыть, там поменять, здесь доложить. Точите карандаши, протирайте детский стульчик. Проверяйте туалеты каждый час. Если подметаете столик, поменяйте текстиль. Не заметайте крошки под салфетку. И вы удивитесь, насколько быстро и, главное, насколько весомо увеличатся ваши чаевые. Несмотря на то, что изменений в качестве еды и сервиса не произошло. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на наш канал и вступайте в наши группы в любой удобной вам социальной сети, где каждый день мы публикуем интересную статью или полезный совет сотрудникам ресторанов, кафе и баров всех уровней и всех должностей. Хаскидан!